Hello, students! I congratulate you on the start of the second term. I wish you good luck in this term. Здравствуйте, ребята! Поздравляю вас с началом второй четверти. Желаю всем успехов и удачи во второй четверти. Let's start our lesson. Давайте начнём наш урок. At first, answer my questions, please. Сначала ответьте, пожалуйста, мне на вопросы. The first question. How are you today? Are you okay or are you bad? Okay, I'm okay today. What season is it now? Is it autumn or winter? Right, it's autumn. And what's the weather like today? Is it cold or hot? Yes, it's very cold today. Continue. Продолжаем. Let's train our pronunciation. Давайте потренируем наше произношение. Look at the screen, listen to the questions and answer them. Then I'll answer too. Посмотри внимательно на экран, прослушай вопросы, чётко ответь на них. После тебя на каждый вопрос отвечу я. The first question. Первый вопрос. What do you like eating? What do you like eating? I like eating apples. Next question. What is your name? What is your name? My name is... Василий Васильевич. Where are you from? Good. I'm from Kazakhstan. Continue. Продолжаем. Let's meet with a new poem. Давай познакомимся с новым стихотворением. Look at the poem carefully. Посмотри внимательно на это стихотворение. What's the title of the poem? Как называется это стихотворение? The title of the poem is November. Верное стихотворение называется November, ноябрь. Look at the poem and listen to my reading. Посмотри внимательно на стихотворение и прослушай, как я его прочитаю. Let's translate the poem. Давай переведем. Ты должен запомнить это ноябрь. То есть, в стихотворении описывается погода в ноябре. Почему мы взяли стихотворение именно по этой теме? Write your... Now it's November. Верно, сейчас ноябрь. И поэтому мы учим стихотворение о ноябре. Посмотри внимательно на стихотворение, прослушай, как я его читаю, и прочитай за мной по строчке. No sunshine, lots of rain. No warm days, snow again. You must remember... This is November. Okay, good, you are well done, молодец. And now, let's read the poem with me. А сейчас давай прочитаем стихотворение целиком вместе со мной. Are you ready? Готов? Let's start. Давай начнем. No sunshine, lots of rain. No warm days, snow again. You must remember... This is November. Okay, let's continue. Let's go to the theme of our lesson. Продолжим и перейдем к теме нашего урока. Look at the pictures and try to guess a theme of our lesson. Посмотри внимательно на картинки и постарайся угадать тему нашего урока. The theme of our lesson is cultural heritage of Kazakhstan. Тема нашего урока – культурное наследие Казахстана. Today we are to meet with some new words about cultural heritage and meet with some information about cultural heritage of Kazakhstan. Сегодня мы должны познакомиться с новыми словами о культурном наследии, а также познакомиться с информацией о культурном наследии Казахстана. At first, let's meet with the definition of cultural heritage of Kazakhstan. Сначала давай познакомимся с определением культурного наследия Казахстана. Что же сюда относится? Look at the screen and read with me the information. Посмотри внимательно на экран и прочитай эту информацию вместе со мной. Культурное наследие Казахстана состоит из и объектов, связанных с бытом народов Казахстана. Итак, еще раз целиком. Культурное наследие Казахстана состоит из исторических, культурных объектов и объектов, связанных с бытом народов Казахстана. Let's meet with some cultural heritage of Kazakhstan. Давай познакомимся с несколькими объектами культурного наследия Казахстана. Итак, картинки каких объектов ты видишь на экране. На первой картинке это Байти-рек, дальше Юрта, Яблоки, Озеро, его название мы узнаем, Гора, название ее мы тоже сегодня узнаем, и Орел. Прослушай и повтори за мной название этих объектов на английском языке. С первой картинки до последней. Байти-рек монумент Байти-рек монумент Л... Йод 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 Эпплс Эпплс Лейк Каэнди Лейк Каэнди Щеркала Маунтин Щеркала Маунтин Игл Сегодня мы поговорим об объектах культурного наследия Казахстана, которые изображены на экране. Для этой работы нам нужно познакомиться и выучить несколько новых слов. Прослушай и прочитай их за мной. Казахстана, которые изображены на экране. Прослушай слова на русском и переведи их на английский. Монумент, памятник. Монумент, юрта. Йод, озеро. Лейк, гора. Маунтин, орел. Игл, гнездо. Нест, наследие. Запиши новые слова к себе в словарик. Напоминаю, что словарик мы ведем таким же образом, как и выглядит таблица на экране, слово на английском, транскрипция и перевод. Можешь поставить видео на паузу и записать новые слова к себе в словарик. Сейчас давай поговорим об объектах культурного наследия Казахстана. Первый объект это Байтирек. Монумент Байтирек. Монумент Байтирек. Прочитай вместе со мной. Байтирек монумент is in Нур-Султан. It's the main symbol of Нур-Султан city. It looks like a huge nest of a mythical bird. Let's translate the information. Давай переведем эту информацию о Байтиреке. Байтирек монумент is in Нур-Султан. Монумент Байтирек расположен в Нур-Султане. It's the main symbol of Нур-Султан city. Это главный символ города Нур-Султан. It looks like a huge nest of a mythical bird. Обрати внимание на словосочетание looks like. Оно означает выглядит как. Запомни его. Looks like. Выглядит как. Он выглядит как огромное гнездо мифической птицы. Next object. Следующий объект культурного наследия. Read with me. Читай, пожалуйста, вместе со мной. A yacht is a national dwelling of Kazakh people. It hasn't got windows, but it's very beautiful. The word yacht means motherland. Let's translate. Let's translate. Давай переведем. A yacht is a national dwelling of Kazakh people. Юрта – это национальное жилище казахов. It hasn't got windows, but it's very beautiful. У него нет окон, но оно очень красивое. The word yacht means motherland. Слово юрта означает родина. Следующий объект культурного наследия Казахстана – это яблоки. Let's read a short information about apples. Давай прочитаем коротенькую информацию о яблоках. Read with me. Читай вместе со мной. Everyone likes eating apples. An apple is a healthy fruit. But do you know where the first apples come from? Apples come from Kazakhstan. Translate. Переводим. Переводим. Everyone likes eating apples. Каждому нравится кушать яблоки. An apple is a healthy fruit. Яблоко – это полезный фрукт. But do you know where the first apples come from? Но знаешь ли ты, откуда пришли первые яблоки? Откуда появились первые яблоки? Apples come from Kazakhstan. Яблоки появились из Казахстана. Good. Хорошо. And let's meet with some information about Lake Kaindi. А сейчас давай познакомимся с информацией об озере Kaindi. Read with me, please. Читай вместе со мной. Lake Kaindi is a fantastic lake from Almaty region. Many trees come out of the water in this lake. It's magical, isn't it? Let's translate. Let's translate. Давай переведем. Lake Kaindi is a fantastic lake from Almaty region. Озеро Kaindi – это фантастическое озеро из Алматинской области. Region – область. Many trees come out of the water in this lake. Здесь предложение, которое описывает, что изображено на картинке. Множество деревьев выходят из воды в этом озере. То есть по-другому это озеро еще называют затонувший лес. Деревья растут прямо из озера. It's magical, isn't it? Это волшебно. Не так ли? Continue. Продолжаем. Черкала Mountain. Read with me. Читай вместе со мной. Черкала Mountain is a mountain near Octal City. Look at its shape. What does it look like? It looks like a yacht. Переводим. Черкала Mountain is a mountain near Octal City. Гора Черкала – это гора рядом с городом Octal. Look at its shape. Посмотри на ее форму внимательно. Посмотри. Look at its shape. What does it look like? На что она похожа? На что похожа форма горы? Черкала. It looks like a yacht. Вновь нам встретилось словосочетание looks like. Вспомним, как мы его переведем. Выглядит как? It looks like a yacht. Она выглядит как юрта. И давай прочитаем об орле. Read with me. Вместе со мной. An eagle is a symbol of independence of Kazakhstan. Where can we see the symbol? We can see an eagle on the flag of Kazakhstan. We can see an eagle on the flag of Kazakhstan. Мы можем увидеть орла на флаге Казахстана. Окей. Хорошо. Now let's do the task. Давай выполним задание. And check how we learn the information about objects of cultural heritage of Kazakhstan. И проверим, как мы выучили информацию об культурных объектах Казахстана. Our task is to read the sentences and name them true or false. Наше задание прочитать предложение о данных объектах и сказать правда или ложь это предложение. The first sentence. Первое предложение. Read with me. Читай вместе со мной. Байтирек монумент looks like a big eagle. Can you translate the sentence? Можешь ли ты перевести это предложение? Монумент Байтирек выглядит как большой орел. Is it true or false? Это правда или ложь? It's false. False. Верно. Это ложь. Let's correct the statement. Давай немножечко подкорректируем это предложение. Байтирек монумент looks like a big nest. Верно. Монумент Байтирек выглядит как большое гнездо. Next statement. Следующее утверждение. Read with me. Читай вместе со мной. An eagle is the main symbol of Нур-Султан city. An eagle is the main symbol of Нур-Султан city. Translate. Переводим. Орел это главный символ города Нур-Султана. Is it true or false? Это правда или ложь? Right you are. It's false. Верно. Это ложь. Let's correct the statement. Давай подправим это утверждение. An eagle is the main symbol of Нур-Султан city. Орел это главный символ независимости Казахстана. Еще как мы можем перефразировать данное утверждение, чтобы получилось верное. Байтирек монумент is the main symbol of Нур-Султан city. Верно. Байтирек это главный символ города Нур-Султан. The third statement. Третье утверждение. Read with me. Читай вместе со мной. Щеркала mountain looks like a yacht. Гора. Щеркала выглядит как юрта. Юрта. Is it true or false? Это правда или ложь? It's true. Верно. Это правда. And the last statement. И последнее утверждение. Read with me. Читай вместе со мной. Bananas come from Kazakhstan. Bananas come from Kazakhstan. Бананы появились из Казахстана. Пришли из Казахстана. Is it true or false? Правда это или ложь? Yes, it's false. Верно. Это ложь. Let's correct the statement. Let's make a true statement. Давай составим правильное утверждение. Apples come from Kazakhstan. Яблоки пришли из Казахстана. Okay. It's time to finish to work with a video. Сейчас нам пора заканчивать работу с видео. There are some tasks for you. Несколько заданий для тебя. The first one. Первое задание. Learn the new words by heart. Выучи новые слова наизусть, которые ты записал в словарь. Do tasks from the word document. Выполни задание из вордовского документа. Сделай фото выполненной работы в тетради и пришли мне его на платформу Кунделик до наступления дня следующего урока по расписанию. Our lesson is over. Наш урок подошел к концу. Thank you for the lesson. Goodbye children. Спасибо за урок. До свидания, ребята. Доброе утро. Ура. Здрафия в 증е, уменьшите крючкомió국. Урока-п bureau сват einen лабetz фото. Доброе утро. Продолжение следует...